Что появилось в космическом полеискусстве? Картины. Картины — это символы, знаки, космические открытки, печати прошлого, настоящего и будущего, окна вселенские. Через эти картины человек может открыть для себя забытый мир, восстановить в памяти то, что было утеряно. И многие последователи Виктории Преображенской, те, которые фактически с 2005 года, когда мои картины начали ездить уже по миру и работать, их появилось множество. И повсюду эти картины в постерах, в открытках, разъехались по всей планете. И эти картины — это фактически как вселенские, световые, энергетические отпечатки помогут в трудный час людям энергетически справиться с теми обстоятельствами, которые надвигаются. Я об этом потом попозже расскажу. Вместе с картинами, естественно, пошла музыка космическая, спонтанная, потому что эта живопись, она спонтанна. Я этому не училась. Вот оно само идёт свыше. И этот поток не прекращается. Музыка таким же планом, я тоже не училась музыке, но вот этот мой инструмент космический помогает мне преобразовывать звуки в хорошие произведения, медитативные произведения, целительные. Вот сегодня в этом зале вы слушали музыку из моих последних альбомов, которая звучала, вот когда вы здесь сидели в ожидании. Это последние альбомы, 25-26, «Полёт над временем» и «Окно в запредельность». Я предлагаю в галерее, когда вы будете в нашей, «Аранта», которая называется, познакомиться с этими новыми произведениями. И я думаю, они вам тоже пригодятся послушать, что-то прочувствовать внутри себя. По крайней мере, эта музыка меня включает в произведения живописи. Я когда пишу картины, обычно я включаю свою музыку, и она меня вдохновляет на что-то такое необычное. Вместе с музыкой рождается слово. Ну, поэзия, я с детства пишу стихи. И вот в этой книге, в эксклюзивной, тоже, к сожалению, в одном экземпляре пока собрана почти вся поэзия. До 2012 года. А 2013 год – это вот уже новые мои стихи, которые появились. Это вот сборничек. Вот эта вот книжечка тоненькая. Ну, это последние стихи. Давайте я, наверное, вас познакомлю с поэзией. Потому что музыка, слово, живопись, сценическое мистериальное искусство, сакральное знание, спонтанный танец, язык, телодвижение, для посвященных. Это всё единое целое. И это всё дала Виктория Преображенская для того, чтобы показать пример творчества в будущем. То есть космическое поле искусства – это есть многообразие жанров, но это всё идёт не в материальном таком потоке. Нет. Это всё выводит на очень высокий уровень сознания. И человек, который будет жить дыханием космоса, дыханием света, он будет таким же образом творить легко и просто, без всяких канонов, без всяких шаблонов, без рамок, без запретов. То есть это свобода творчества. То, о чём мечтает каждая творческая личность – достичь такой свободы. И я на своём этом опыте кармическом здесь учу этой свободе. И сама учусь. Может быть, на своих каких-то первых пробах. Вообще вся моя жизнь в этой материальной форме – это учёба. Но сегодня Матерь Мира выступает здесь, как эпохальный учитель, который имеет очень огромный опыт всевозможных своих воплощений в разных веках. Потому что моей душе приходилось приходить на стыках эпох и поднимать человеческое сознание, выводить из рутины тьмы. И вот такая сегодняшняя моя миссия очень неблагодарная. Но когда я уйду, и, вероятно, может быть, уже скоро это время подойдёт, люди тогда оценят подвиг Матери Мира, о которой говорила Елена Ивановна Рерик, что, войдя в толщу материи, световая соборная душа Софии полностью изменит человеческое сознание и подготовит человечество к новой расе, к новой эпохе, к шестой расе, которая уже стучится в дверь. Субтитры создавал DimaTorzok